Привет! Какие дела? Вчера я получил за 3 или 4 часа где-то 340 долларов штрафов за парковку. У нас тут погода не лётная сегодня, но рабочая, тем не менее. В общем, как всё дело было. Поехал я в магазин, и около магазина есть Макдональдс. Около магазина, соответственно, нет парковки, точнее, вся забита была. Ну, а Макдональдс, он всегда свободен. Ну, я поехал, встал на Мак, как во Флориде, без проблем, и ушёл в магаз. Возвращаюсь с пакетами уже, а мою машину уже поднимает такой грузовичок экскаватора, как его, эвакуатор. Вот, я бегом к нему, говорю, чувак, я пришёл, отдавай ему машину обратно. Он такой, ну, типа, без штрафа дополнительного за парковку, за вот это вот, то, что тебя уже подняли, 275 долларов. Я говорю, ну, слушай, денег нету, Нала, давай карту. Он такой, карту мы не принимаем. Вон там в Маке, говорит, есть ATM, ну, банкомат по-местному. Типа, снимай там. Ну, я пошёл, снял, 280 баксов, двадцатками. Прихожу, ему отдаю. Он одновременно стаскивает мою машину обратно. Говорит, поберегись. Забирает у меня 280 долларов и выезжает. Ни чека, ничего не дал, как бы. Ну, я так понимаю, что там на улице у них стоит аутсайд какой-то чувак, смотрит, кто приехал, запарковался, кто шёл в магазин. Он тут же звонит этому эвакуаторщику, тут быстро прилетает, забирает машину и ждёт, пока ты придёшь из магазина. Такая вот мафия. Уже ATM поставили специально в Макдональдс. Как бы не во всех Макдональдсах есть эти автоматы по наличке. А здесь прям с парковки удобненько, всё для клиента, всё стоит, пожалуйста, пользуйтесь. Вот. Так я угорел на 280 долларов. И потом я поехал по работе, ещё недалеко там до клиентов. Еду, 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 ничто не предвещало. Кое-как нашёл парковку, всё нормально, улица. И сейчас я вам покажу, схожу один знак. Вот такое у нас солнечное утро, чтобы вы понимали, о чём я говорю. Вот еду, 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 еду вот так вот. А потом бац, вот такой вот знак висит. Здесь парковаться нельзя с 11.30 до часа. А в моём случае нельзя было парковаться с 7 утра до 4 вечера. Это какая-то школьная зона. Ну вот фотка самого тикета, вы можете посмотреть, поизучать, как это выглядит. И такой конвертик цветастенький, чтобы я почтой отправил всё. Значит, там было 60 долларов. Но приехал я где-то без 15, по-моему, 4. А до 4 нельзя стоять. И они приехали вот там, по-моему, 3.48. Буквально через 3 минуты, как я запарковался. Такое ощущение, что они специально там ездят и палят, кто приехал в это время и кто поставился раньше. Хотя школа уже не работала, в округе никого не было, никому не мешал. Так, что мы будем делать? Как бы тут не моя хитрожопость. Система позволяет. Там написано с обратной стороны, что я могу это дело оспорить. Соответственно, я это дело буду оспаривать. И потом продлять неимоверное количество раз. И 60 баксов платить я не буду. Ну, не очень хочу, скажем так, да. Если уж придется, то заплачу. Но буду все время переносить, раз система позволяет это сделать. Продлять, продлять, продлять слушание. Такие вот дела. Поэтому в Бруклине тяжело с парковкой. Паркуйтесь правильно, соблюдайте правила. И да пребудет с вами ангел парковочный хранитель. Вот такие дела. Все, пока. Погода, конечно, снег и козел. А еще такая погода называется... Короче, как-то Subaru Time или Audi Time. Ну, кто ездит на Subaru, кто ездит на Audi активно, тот понимает такие дела. Сегодня очень мало машин, на самом деле. Харень запаркуешься. Все машины стоят по местам. Такие вот. Погоды. А здесь ветра нет в кармашке в моем. Вот. Вот тетенька русская пошла. По-любому. По-любому, по-любому. И сразу видно. Это вот наш рабочий автомобиль на сегодня. Метет вообще не по-детски. Это вот фотография шторма, который с метеопрограммки. Здесь у нас все уже почистили. Машины заметают, но четко. Вот, считай, я стою здесь. Где-то мне по щиколотку, получается. Снега насыпает, если не убирать. Полиция все контролит. Ну, прям... Ну, и, конечно, солью все посыпали уже. Все это говно тает на дороге. Но машины станут белыми через денек, когда они обсохнут. Там вообще метет нормально. Но еще будет хуже, мне кажется. Не страшно пока. Вот. Угадайте машины, что за машины. Ну, это так. Ауди, конечно, но... С трудом уже угадывается, да? Дела. Ну, это... Субтитры сделал DimaTorzok